А потом, ты, как его мать или Амброзио, станете его опекунами, и тогда всё будет в твоих руках. Ну что вы, доктор, конечно, мне не трудно. Если вы хотите зайти, я буду только рада. Да, конечно, запишите адрес. Да-да, записывайте. Ты был у врача? Да, конечно. Всё хорошо? Хорошо. Хотя особых изменений нет. Врач надеется, что работа вернёт мне память. Я в этом уверена. Что это? Один документ. Я хочу, чтобы ты подписал его. Это заявление с просьбой аннулировать свидетельство о твоей смерти. Ты ведь хотел этого? Ты сам мне говорил, что хочешь получить обратно своё состояние? Может быть, я не помню. Не помнишь? Ну, хорошо, не думай об этом. Просто подпиши, а об остальном позаботится мой адвокат. Я не знаю, что это. Я не понимаю. Но мы же говорили с тобой об этом. Я не помню, мама, извини. Я не помню этого. Давай вернёмся к этому, когда я вспомню. Знаешь, Адет, с каждым днём ты выглядишь всё лучше, всё красивее. Большое спасибо. Это всё благодаря моим занятиям. Правда, не всегда получается. Очень много работы. Особенно теперь, когда вернулся Сезар Августа. Извини, я прослушал. Ты говоришь, что Сезар Августа вышел на работу? Да, только не говори никому. Особенно Патрисии. Поверить не могу. Этот тип решил вернуться в фирму, как будто ничего и не было. Именно тогда, когда Патрисия уехала. Очень вовремя. Знаешь, Адет, вам не начинает пробуждаться интерес к этой фирме, Хименес Уллоа. Скажи Дону Амброзио, что я завтра зайду к нему. Здравствуй, папа. Куда это ты? А ну, подойди ко мне. Да. Ты должна мне объяснить. А мама тебе сказала? Я хочу услышать это от тебя. Ты уже всё знаешь. Это всё, что ты можешь сказать? Ты даже не раскаиваешься в том, что ты натворила. Но мы же поженимся. Чего тебе ещё? Вы поженитесь, как всё просто. Неужели ты не понимаешь, как это глупо с твоей стороны? Как говорит моя мама, ничего уже не поделаешь. Я не понимаю, почему я вообще с тобой разговариваю. У тебя птичьи мозги. Ну, не сердись, папа. Выйти за голодранца, которому голову негде преклонить. Но мы же богаты. А это здесь при чём? С деньгами проблем не будет. А я не собираюсь вам помогать. Скажи своему дружку, чтобы искал себе работу. За мой счёт вы жить не будете, понятно? Селия, тебе не показалось, что Элли Нита какая-то странная? Нет, а что? Когда к нам пришла эта девочка, которую привёл Рубен, она даже в лице переменилась. А сегодня ушла, даже не по завтракам. Марисуль, ей явно не понравилось. Она очень любит Рубена. И вдруг она узнаёт, что у него другая? Не знаю. Я не совсем уверена. Но мне кажется, что между ними есть что-то особенное. Я бы сказала, они влюблены. Правда? Хватит притворяться. Я уверена, что ты всё знаешь. Ах, мама Личи. Ты не представляешь, как мне тяжело. Элли Нита так страдает. Она влюбилась в Рубена. Это её первое чувство. И теперь она горько оплакивает его. Да, я так и знала. Как она страдает, бедняжка. Утром она даже не стала его ждать. Ушла одна. Хорошо, что она ещё очень молода. Скоро это пройдёт. Он говорит серьёзно, мама, он не будет нам помогать. Он говорит так, потому что сердит на тебя. Всё будет хорошо. Он и свадьбу оплатит. Мы устроим такой праздник. Надо тщательно выбрать платье, чтобы не полнило меня. Как можно скорее поговори со своим женихом. Вы должны пожениться немедленно. Твоя фигура меня сейчас не интересует. Мы с ним об этом ещё не говорили. Так поговори, сколько всего надо успеть. Составить список приглашённых. Столько всего надо купить. Сазара, в густо идём ужинать. Извини, но ужинать я не буду. Как это? Ты же только что хвалил Элизу, что она очень вкусно готовит. Правда? Я её хвалил? Я не помню. Ты уходишь? Да, у меня встреча с друзьями. С друзьями? Я их знаю. Не думаю, мама. Извини. И передай Эльзе, что в следующий раз я съем всё. Ну как, удобно тебе здесь? Да, всё необходимое у меня есть. Но ты скучаешь по Мексике. Да. У меня чудесная семья, очень дружная. Конечно, я скучаю без них. И это всё? И я хотел сказать, у тебя там остался друг? Ну, какой вы любопытный, доктор. Ты сама в этом виновата. Мне бы очень хотелось узнать тебя поближе, Патрисия. Знаете, у меня сейчас такой период в жизни. Меня интересует только учёба. Я хочу отвлечься немного от работы, подумать. И ещё прежде, чем вернуться в Мексику, мне надо принять кое-какие решения. Я должна всё взвесить, всё понять. Значит, нам сейчас не до любви. Нет. Сейчас не до любви. Хорошо, что ты меня предупредила. Да? Почему? Потому что ты очень красивая девушка, очень милая. И ты, конечно, привлекаешь мужчин. Надеюсь, что вас нет, доктор. Но мне бы хотелось, чтобы мы остались просто друзьями. Просто друзьями. Согласен. Но если тебе что-нибудь потребуется, ты обратишься только ко мне. И ещё мы как-нибудь выберемся поразвлечься. Согласна? Ну, как дела? Что говорит врач? Врач доволен моими результатами. А мне кажется, что мы продвигаемся медленно. Слишком во многом я не могу ещё разобраться. Ну, всему своё время. Больше всего меня смущает моя мать. Она такая властная. Она хочет всё решать за меня. Мне даже пришлось притвориться, что я ничего не помню. И она очень не любит Патрисию. Ей так же больно из-за её предательства, как и мне. Тебе больно из-за её предательства? Ты помнишь, что она предала тебя? Нет. Этого я не помню. Но так говорит моя мама и другие люди тоже. Здесь мы тебе, к сожалению, помочь не можем. У твоей матери очень тяжёлый характер. Я понимаю. Она настаивает на аннулировании завещания, чтобы им не могла воспользоваться Патрисия. И мы будем трёт-патрисия. Патрисия.